Эй, ребята, это пристрастие к трюкам с вентиляционными отверстиями, и сегодня мы быстро рассмотрим симулятор магазина картонных королей. Важно подчеркнуть, что эта игра выйдет через 15 часов с даты и времени этой записи. Так что это более или менее предварительная сборка, и все, что ты сейчас увидишь, может быть изменено. Но я не могу себе представить, что многое изменится за 15 часов. Так что же ты собираешься делать в этой игре? Ну, ты парень по имени Гарри, и ты унаследовал этот магазин открыток от своего отца. И ты продаешь карты для этой карточной игры под названием Чернокнижник. И по сути, ты будешь заказывать карточки на компьютере, пытаясь следить за тенденциями, видеть, что растет в цене, что падает в цене, и просто промывать и повторять. Тем временем ты будешь разговаривать со множеством разных людей, которые заходят в твой магазин. И ты будешь, знаешь ли, пытаться разгадать эту тайну или разгадать эту тайну. В этой игре много диалогов. Мне действительно было все равно. Я буду честен с тобой, я играю в такие игры, потому что мне нравится зарабатывать деньги и видеть, насколько хорошо я это делаю. С точки зрения бизнеса, я мог бы меньше заботиться о том, чтобы, ну ты знаешь, происходили секретные вещи. Мне все равно. Так это что, хорошо? Ну, во-первых, это неплохо. Опять же, графика очень милая. Мне не нравился тот факт, что каждые пару минут или что-то в этом роде меня постоянно бомбардировали диалогами. Теперь кое-что из этого было мило. Не пойми меня неправильно. Например, вошла собака, и я такой, хорошо, чего ты хочешь. А потом он просто появился на столе и спросил, хороша ли эта машина в Бриесе или что это такое. А потом я такой, нет. А потом я просто ушел. В любом случае, это была просто маленькая милая штучка. Так что художественный стиль в этой игре, ты знаешь, это мило и мило. В этом нет ничего особенного. Это совсем не похоже на суперреалистичность или что-то в этом роде. Но опять же, большую часть моего времени я проводил, знаете ли, за компьютером, покупая всякую всячину. А потом его отправят мне на следующий день, и я выставлю его на продажу. Теперь ты не можешь на самом деле, например, скорректировать цену. Насколько я могу судить, цена просто заранее определена, исходя из текущего состояния рынка. Так что, по сути, покупай дешево, продавай дорого. Вот в чем все дело. Теперь эти открытки бывают самых разных вкусов. Есть разные цвета, например, например, летучая мышь и кукуруза щенка, фиолетовые карточки. Теперь у них тоже есть разные атрибуты. У них есть уровень мощности. Внизу слева есть римская цифра, которая показывает тебе уровень мощности. Есть атрибут, я думаю, в правом нижнем углу ты увидишь что-то вроде пары губ или мозга, или что-то в этом роде. И это, знаешь ли, определит, что это за карта. В этой игре тоже есть сет, несколько сетов. Значит, эти карточки — часть набора. Ты также увидишь такие вещи, как редкость, например, золото, серебро и обычное. А потом все блестящие такие типа, вдвое дороже. А потом есть. Есть что-то вроде нового раздела, в котором будет сказано, что в недавних турнирах мозговые колоды очищают конкуренцию. И за два дня количество мозговых карт увеличилось. Итак, ты сидишь там за компьютером, пытаясь скупить все карты мозга, чтобы когда ты узнаешь, что они поступят, ты держал их в течение дня или около того. И вот тогда-то цена, которую ты знаешь и вырастет. А потом ты выставил их на продажу. Ты просто нажимаешь и перетаскиваешь карточку, и вытаскиваешь ее на дисплей. А потом в течение дня приходят люди, берут карточку и отдают ее тебе. Тут ни о чем торговаться. Ты просто нажимаешь на кнопку и бум. Теперь, по правде говоря, я еще не зашел так далеко в этом только потому, что мне действительно больше не хочется в это играть. Я имею в виду, дело не в том, что это плохая игра, просто она. Она просто не привлекает моего внимания, как другие симуляторы на других заметках. В этом есть эстетическая часть. Типа, ты можешь выбрать одну из двух целей. Например, хотел бы приобрести 15 карточек в течение недели. И если ты это сделаешь, то получишь награду. А потом ты можешь выставить эти украшения, чтобы улучшить свой магазин. И это здорово. Есть также метки, которые ты можешь наклеивать на машины или подобные модификаторы. Например, ты можешь наклеить бирку на конкретную машину, чтобы снизить ее цену. Но ты получаешь больше репутации. Чем выше твоя репутация, тем больше вероятность, что ты получишь эффект часа пик. А это значит, что в магазин придет больше покупателей и тому подобное. Ты также будешь время от времени получать эти телефонные звонки, в которых тебя будут спрашивать о конкретных атрибутах карты. Типа, я ищу карту с уровнем мощности, не менее трех плюс и все такое. И это дает тебе награду. Опять же, это фиксированная награда. А это те открытки, которые тебе должны понравиться. Допустим, у тебя есть карта, которая, как ты знаешь, сейчас не очень хорошо продается на рынке. Например, сейчас карты ЛИП не работают или что-то в этом роде. Этот особый вид карты, этот цвет опущен. Ну что же ты можешь? Вместо того, чтобы продавать его широкой публике, ты можешь удовлетворить запрос, телефонный запрос, и продать его по любой цене, которую даст тебе телефонный запрос. Так что это хороший способ избавиться от твоих плохих карт, которые ты не сможешь продать какое-то время. Так что это неплохая игра. Как я уже сказал, это просто действительно увязло в большом количестве диалогов, которые я нахожу ненужными. Я просто хочу. Я просто хочу приобрести карточки, заработать денег, и все. Насколько я могу судить, в этой игре на самом деле нет возможности поиграть в чернокнижника. Как будто нет, нет такого набора правил или чего-то подобного, что я могу увидеть снова, хотя я не зашел так далеко в этом. Но да, это неплохо. Если тебе нравится идея случайной игры по управлению карточным магазином Глупые огни, то непременно попробуй. Но это просто. Это не слишком долго занимало мое внимание. Это просто. Я не знаю, что это было, но это просто. Мне было наплевать на диалог и весь дополнительный пух, который сопровождал его. Много игр для управления, много симуляторов, вы знаете, делают такие игры намного лучше, на мой взгляд. Ты знаешь, они дают тебе балансовые отчеты, они дают тебе финансовые отчеты и все такое. Эта игра просто очень простая и простая. Я чувствую, что это так. Это здесь больше для того, чтобы рассказать историю, а карточные штучки — это просто то, что ты делаешь, чтобы скоротать время, пока ты это делаешь. Так что я не чувствую, что это был достаточно глубокий симулятор, чтобы я мог в полной мере насладиться. Но как я уже сказал, если ты... Если тебе нравится небрежный подход к такого рода вещам, то непременно дай нам взглянуть. Если вы, ребята, еще не подписались на меня на Twitch и YouTube, таким образом, вы сможете быть в курсе любого нового контента. Я нанесла. Это Винс. Спасибо, что посмотрел, и я поймаю тебя в следующий раз.